ребят всем привет меня зовут лена я графический дизайнер и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне и сегодня мы с вами будем говорить о плохом и хорошем портфолио графического дизайнера я конечно покажу вам примеры плохих и хороших портфолио еще расскажу как делать не стоит при составлении своего портфолио и если вам интересно то погнали прежде чем я начну свое видео я хотела вас пригласить на мой телеграм-канал мой телеграм-канал только о графическом дизайне там я публикую полезные статьи от себя о графическом дизайне также у меня там происходят конкурсы а также у меня там есть лайк тайм то есть вы можете поделиться своим портфолио полайкать других вас полайкают и таким образом вы будете продвигать свое портфолио также есть огромный и живой чат дизайнеров начинающих и не только вы там можете спросить вопросы получить ответы также периодически я там общаюсь огромный чат это более двух тысяч человек в чате и также у меня телеграм на более чем 7000 человек так что там у нас очень интересно и познавательно и конечно же полезно для вас как для начинающего и не только начинающего графического дизайнера так что жду вас на моем телеграм-канале и также если вы хотите посмотреть на меня в отрыве от графического дизайна то приглашаю вас на мой инстаграм там я рассказываю о своей жизни в черногории в городке херцик новик но конечно все таки не забываю и о графическом дизайне ну что возвращаемся к нашим плохим и хорошим портфолио и ребят сейчас хотела бы сделать небольшое вступление прежде чем я вам буду показывать плохие и хорошие портфолио частая ошибка в портфолио начинающих дизайнеров это нетерпение что это значит это значит что начинающие дизайнеры научились азам программы например адоб иллюстратор за несколько недель или несколько месяцев и они уже считают себя дизайнерами и выходят на фриланс или на стоке почему я сказала например адоб иллюстратор потому что весь мой канал завязан на адоб иллюстраторе я профессионально владею адоб иллюстратором и знаю как на нем зарабатывать но сразу хочу сказать что графический дизайнер может знать не только эту одну программу а знать еще может кучу других программ но мой канал завязан именно на этой программе поэтому я буду опираться на программу адоб иллюстратор так вот ребята которые спешат они выходят на стоки или фриланс с посредственным портфолио то есть плохим портфолио что такое плохое портфолио неправильно подобранные цвета шрифты плохая композиция неправильно расположенные тени и блики все это делает ваш дизайн плохим и конечно же это самые частые ошибки начинающих дизайнеров которые считают что они уже готовы и которые не уделяют время практики перед тем как выйти на стоки или фриланс и главная цель конечно таких начинающих графических дизайнеров это не стать графическим дизайнером а первую очередь конечно заработать деньги но ребят так это не работает вы не можете похудеть кушая булки вы не можете стать хирургом без медицинского образования вы не можете накачать пресс без того чтобы заниматься спортом то есть во всем нужно конечно же рутина и практика ребят чтобы стать успешным графическим дизайнером вам не нужно быть особенным вам не нужно быть талантливым вам нужно быть целеустремленным то есть таким каким большинство людей не является вы должны себя умеет самоорганизовать вас должен быть тайм-менеджмент вы в первые годы своей работы должны активно учиться практиковаться и работать конечно же но для этого нужно много времени много практики для того чтобы хорошо работать и зарабатывать то есть вы должны например отказаться от сериалов по вечерам когда допустим вся ваша семья сидит и смотрит сериалы вы должны отказаться от прогулок с друзьями по выходные когда ваши друзья отдыхают вы должны работать вы должны вставать раньше чем все остальные и ложится позже чтобы наработать свое портфолио и навыки это конечно очень сложно это самоорганизация это целеустремленность и вот именно потому что у многих людей нет этой целеустремленности поэтому у них и не получается поэтому вы идете например на форумы и на социальные сети и читаете слезные отзывы ребят которые говорят что сейчас везде конкуренция сейчас везде нейросети сейчас везде искусственный интеллект а сейчас вообще не влезьте в эту нишу потому что она заполнена абсолютно это не так да вы не попадете в эту нишу если вы посредственный графический дизайнер если вы имеете плохое портфолио если у вас недостаточно опыта и навыков тогда вы не войдете в эту нишу но если перед тем как вы начнете работать вы уделите время учебе уделите время практике сделаете 70 80 100 дизайнов просто для практики и у вас тогда появится видение где у вас ошибки где у вас не очень удачные цвета где у вас не очень удачные шрифты и вы соберете все свои ошибки будете их исправлять и выйдете уже на рынок труда скажем так на стойке на фриланс или пойдете устраиваться на работу с хорошим качественным портфолио с опытом то тогда у вас все получится вам не нужно учиться конечно годами никто про это не говорит но хотя бы полгода учебы и практики вам необходимо чтобы войти в профессию чтобы начать чтобы понимать как составлять свой дизайн и чтобы ваше портфолио выглядело выигрышно вам не нужно сразу начинать каких-то супер сложных дизайнов всегда вообще можно зарабатывать и иметь портфолио на фрилансе иметь портфолио на стоках и на простые дизайнах но простые дизайны они тоже должны быть качественные продуманные правильные цвета правильная композиция правильные шрифты и только тогда у вас получится зарабатывать цель вообще любого человека в любой профессии куда бы он не пошел стать первое профессионалом в этой профессии и второе это конечно же зарабатывать на этой профессии и вот вам сначала нужно стать профессионалом ну не прям супер профессионалом конечно вот хорошим твердым начинающим дизайнером да и идти зарабатывать тогда у вас получится в нашей профессии вы будете конечно учиться всю жизнь это не будет так что вы сейчас научились полгода и забыли обо всем меняются тренды меняются стиле добавляются стиле появляется что-то новое вы конечно должны за этим будете следить но вот для начала у вас должна быть очень крепкая хорошая база чтобы начать работать и зарабатывать и ребят последнее что я хочу сказать если бы успех был таким простым делом то успешных людей было бы вокруг намного намного проще но нет никакой золотой кнопки на которую вы можете нажать и стать профессионалом все только через время и практику время и практику то есть вы сначала учитесь 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 а потом уже работаете работаете и работаете пожалуйста вот будьте целеустремленным не будьте нетерпеливым будьте целеустремленным начинающим графическим дизайнером и тогда вы станете профессиональным графическим дизайнером и у вас все получится итак ребят это было такое небольшое лирическое отступление Ну, а теперь давайте перейдем к плохим и хорошим портфолио, и я вам еще покажу, как делать не стоит, как не стоит составлять свое портфолио. Не важно, вы уже хороший дизайнер или плохой дизайнер, так не стоит поступать, как я вам покажу дальше по видео. Ну что, переходим к компьютеру. Итак, ребят, мы сейчас с вами на Adobe Stock. Adobe Stock это один из самых популярных стоков, где дизайнеры продают свои дизайны. Я выбрала тему люди. Сейчас посмотрим несколько портфолио с хорошими примерами людей. Люди это очень коммерческая тема, очень массовая. Люди в разных ситуациях, в ситуациях бизнеса, в ситуациях развлечений, инвалиды, танцующие люди, учеба, люди в разной одежде, обнимающиеся люди, обучающиеся люди. В общем, люди это всегда, конечно, коммерческая и топовая тема. Еще пару слов хотела сказать, что здесь не обязательно рисовать сложных прорисованных персонажей с прорисованными лицами, с прорисованной кожей. Тут, конечно, главное уделить внимание качеству деталей ваших. Ваши дизайны могут быть простые, но нужно уделить внимание и композиции. Почему вы рисуете человека именно в такой позе, какая ситуация, в какой ситуации находится этот человек. Также, конечно, уделить внимание цветам, аккуратности. И все же, даже если у нас простые дизайны с людьми, то все же тело, поза человека, цвет кожи, все должно быть, как, скажем, в реальной жизни. Все-таки стоки это коммерческая и массовая площадка. То есть вы должны предоставлять такие дизайны, которые востребованы, понятны массам людей. И тогда ваши дизайны будут продаваться. Давайте посмотрим несколько хороших портфолио. Я покажу потом на примере нескольких неудачных работ, что не стоит делать на стоке, чтобы вы понимали, что такие работы не будут продаваться. И когда еще дизайнер не готов к работе на стоках. Итак, сейчас мы с вами видим одно из портфолио, удачных портфолио, где человек предоставляет людей в разных ситуациях. Опять же, люди нарисованы не прямо так очень сложно. Простые геометрические формы, простые, в общем-то, формы лица, тела, да, несложная цветовая палитра. Но опять же, так как здесь все аккуратно продумано, люди в разных ситуациях и продуманная композиция, здесь, конечно, у дизайнера будут продаваться такие дизайны, конечно, очень-очень хорошо. Несмотря на то, что, да, здесь у нас нереалистичная белая кожа у человека, но здесь, скажем, такой абстрактный цифровой вариант человека, который тоже очень-очень популярен. Если все же вы хотите, чтобы ваши люди были в цвете, то, конечно, стоит склоняться к тому, чтобы рисовать яркие, можно и постельные, но опять же яркие постельные дизайны, постельные дизайны, чтобы и цвет кожи был приятный, цвет волос, чтобы, скажем, ваши дизайны отдавали теплом. Как видите, здесь не обязательно рисовать, опять же, суперсложно, да, главное, чтобы дизайны были аккуратные, главное, чтобы они были в хорошей цветовой гамме, главное, чтобы тела были не топорные, а похожи, конечно, на человеческие тела, и, конечно, в первую очередь, перед тем, как вы будете рисовать, продумывайте композицию, продумывайте, кто будет вашим покупателем, потому что, конечно же, это очень важно, чтобы вы понимали, для кого вы рисуете ваши дизайны, что лучше не делать на стоках, и когда вы еще не готовы к стокам. Смотрите, ребят, первый вариант. Не нужно предоставлять авангардные дизайны. Здесь, да, здесь, конечно, такой закат, девушка стоит в темноте, в закатных таких вот, скажем, красках, но здесь все-таки такие вот очень авангардные цвета, плюс еще очень жесткий черный цвет волос у девушки, по сравнению с остальными здесь более, скажем, приглушенными цветами, и, конечно, жесткое оранжевое солнце, но здесь, так скажем, очень бьет по глазам дизайн, и, конечно, здесь, если бы весь дизайн был более в приглашенных тонах и более красивой подобранной цветовой гамме, то этот дизайн заиграл другими красками, и он мог бы хорошо продаваться, но здесь, конечно, дизайн более абстрактный, точно так же, как когда вы предоставляете дизайны вот в такой цветовой гамме, непонятный вообще для кого такой дизайн. Здесь, да, у нас розовые люди с фиолетовыми волосами, здесь больше, знаете, напоминает такой, как бы инопланетный такой вариант. Все же это тоже авангард. Не предоставляйте на стоки авангардные варианты. Да, вам иногда хочется творчества, хочется попробовать себя в разных каких-то необычных, возможно, стилях и цветах, но все-таки стоки это та тема, которая требует коммерческого подхода, то есть массового подхода. Смотрите, вот такой дизайн, это не коммерческий дизайн, это авангардный дизайн, а вот такой дизайн, это уже коммерческий дизайн. Здесь реальная, скажем, кожа у людей, реальные цвета. Конечно, вот здесь вот у мальчика такие вот розовые волосы, да, ну, опять же, я бы все-таки, конечно, не делала розовые волосы у мальчика здесь, но в общем, если посмотреть, конечно, здесь более, скажем, коммерческая тема, нежели вот здесь полностью такая фиолетовая тема. Также не стоит делать слишком приглушенные цвета вашего дизайна, потому что вот здесь, допустим, название любящая мама и отец, который идет с сыном, да, и дочкой почему-то, да, здесь сына нет, просто с сыном написано и дочкой, держась за руки, да, то есть смотрите, ребята, вы когда тоже прописываете заголовок, тоже обязательно смотрите, чтобы заголовок соответствовал вашему дизайну. Слишком приглушенно и слишком мрачно тоже не стоит делать дизайны, особенно там, где это не предполагает, здесь все-таки любящие родители, идущие с дочкой, да, то есть по идее радостное такое событие, а цвета такие прям мрачные, тусклые. Я просто не знаю, кто захочет, допустим, на какое-то, допустим, радостное событие, в какой-то блог, журнал или постер, да, поставить вот таких родителей родителей с такими мрачными цветами. Если бы здесь была какая-то ситуация грустная, то можно было поставить мрачные цвета, но здесь ситуация, по идее, счастливая, довольная, поэтому тоже смотрите, чтобы от ситуации также зависела ваша цветовая гамма. Конечно, если вы рисуете человека, допустим, в каком-то плачущем состоянии, или, допустим, у него какой-то инфаркт или заболевание какое-то, там, конечно, можно брать такие более грустные, приглушенные цвета. В ситуации счастья лучше брать, конечно, сочные, насыщенные, даже пусть они будут пастельные, но насыщенные цвета. Также не стоит выходить на стойки, если ваши дизайны вот такого качества, то есть здесь прям супер, прям простые работы. Конечно, возможно, могут купить ваши такие дизайны для, может быть, кружка детского творчества, где покажут, как, допустим, дети начинают с каких-то простых работ, или там где-то прям нужно такое, простой такой дизайн. Но, опять же, таких дизайнов миллионы, таких простых дизайнов миллионы, вам нужно выделиться. Если вы хотите рисовать какой-то простой дизайн, то тогда ваш простой дизайн должен смотреться, например, вот так, чтобы это было стильно, чтобы это была цветовая гамма красивая, чтобы это было, конечно же, аккуратно, потому что, конечно, здесь у нас топорно, вот здесь вот, здесь угол, волосы неровные, здесь тоже волосы неровно лежат, шея неровная, да, здесь как-то руки одного человека всплываются с руками другого человека, здесь волосы тоже угловатые, то есть, конечно, вам нужно смотреть, чтобы вы уделяли внимание качеству иллюстрации. Качество иллюстрации всегда превыше, чем количество. Помните, качество всегда лучше количества. Лучше потратьте больше времени на качественную иллюстрацию, чтобы у вас ее купили, чем вы 10 некачественных сделаете и не купят ни одну. Итак, хочу перейти еще к одной теме, к теме распродажа, сейл. Здесь, конечно, очень много нужно уделять типографике, то есть, работе со шрифтами. Здесь нисколько нужно именно обращать внимание на иллюстрацию, самой иллюстрации вообще может не быть, но здесь может быть именно круто расположенный текст, шрифт использованный правильно, и тогда ваш дизайн заиграет. Давайте покажу несколько крутых примеров. Например, смотрите, вот такой дизайн. Здесь вообще нет иллюстрации. Здесь, в общем-то, нарисованы такой простой черный-белый, скажем таки, баннеры, и до них написано сейл 30% офф, специальное предложение. Все, правильно подобранный, грамотный шрифт дает вашей иллюстрации здесь заиграть. Если вы подбираете... И также, конечно, цветовая гамма. Здесь очень правильный красный цвет, небольшой градиет на заднем фоне, который выделяет весь текст спереди, правильно расположенные тени. И если вы, допустим, тоже будете работать в теме распродаж, и работать только с типографикой, вообще, скажем, отринемся от темы иллюстрации, отодвинемся от этой темы, то тоже в этой теме можно, скажем, занять свою нишу. Я тоже очень любила рисовать на стоке в теме распродаж. Кто не видел мою портфолио, то можете посмотреть на мою портфолио по ссылке ниже. Но, опять же, здесь нужно уметь работать со шрифтами и с цветом. Если будет неудачный шрифт и цвет, например, вот так, да, здесь, конечно, что? Здесь неудачный розовый цвет с градиентом сзади, так скажем, нагроможденная композиция. Здесь тоже шрифт. Шрифт может быть и неплохой, но вот эта тень жесткая сзади, потом вот эта стрелка, тоже такая с жесткой, скажем, такой вот, с жестким объемом, конечно. вся эта иллюстрация смотрится, конечно, вся эта иллюстрация смотрится, скажем так, дешево. Так же, как и здесь, да, здесь надпись сейл просто потерялась, тяжело читабельно, вот очень большая нагруженная композиция, такие разбросанные буквы, плюс слово, буква S и буква E прижато по бокам, тоже достаточно тяжело читабельно. Возможно, это должна была быть просто скидочная карта, которую, допустим, рассылают своим клиентам, допустим, какой-то человек, который предлагает какую-то услугу, но очень тяжело читабельно и, конечно, не коммерчески. из-за этого получается авангардно. Вот, допустим, тоже пример очень крутого баннера. Здесь, опять же, все работает на шрифтах. Да, вот супер сейл, 50%, ограниченное время. Иллюстрации тут считаете, что нет, да, просто несколько треугольников и такой эффект вырезанной бумаги, которая остается до сих пор очень-очень популярным. И, конечно, смотрится очень эффектно. Опять же, все здесь завязано на шрифтах. Также еще такой классный пример летней распродажи. Здесь такая есть легкая иллюстрация очков, но если убрать очки, да, и оставить вот иллюстрацию, да, такую легкую волн с эффектом, да, такой вырезанной бумаги, опять же, правильно подобранный шрифт, правильно подобранная цветовая гамма, выделяет слово сейл, конечно, и хочется идти и покупать то, на что скидка. Единственное, я бы вот здесь изменила, просто вот написано just in time for the season, да, здесь, конечно, не видно эту надпись, можно ее вообще было здесь убрать. Достаточно shopping now написать, да, а вот это вот здесь белую надпись можно убрать, потому что ее, конечно, особо не видно. Но она не портит саму концепцию дизайна. Ребят, я вот хотела вам показать именно на стоке Adobe Stock, на примере иллюстрации, на примере типографики, хорошие примеры дизайнов из портфолио, и что не стоит делать, и почему дизайнеры страдают, что их дизайн не покупают, показать такие, скажем, основные ошибки. Я сейчас хочу перейти на Behance и показать именно удачные портфолио дизайнеров, с которыми дизайнеры могут работать и зарабатывать денежку, потому что, в общем-то, ошибки везде одинаковые и на фрилансе, и на стоках, поэтому дальше я хочу показать именно удачные портфолио и показать, как делать не надо. Итак, ребят, мы сейчас с вами на Behance. Если вы не знаете, что такое Behance, это онлайн-площадка, где дизайнеры размещают свое портфолио, где заказчики вас могут найти по вашему портфолио, где они могут с вами связаться. То есть такая площадка, где дизайнеры показывают свое умение, а заказчики могут найти здесь себе профессиональных дизайнеров. Давайте я вам покажу портфолио на примере темы Groovy. Groovy — это супертрендовая сейчас тема, это ретро-стиль 70-х. Сейчас вообще тренд 2024 года и вообще посредних нескольких лет — это ретро. Прям неугасаемый такой тренд. Все, скажем, просто обожают ретро-стиль и, конечно же, любят поставить его себе в портфолио. И я хотела бы вам показать несколько примеров на тему Groovy ребят, которые учатся на моем курсе графического дизайна коммерческое портфолио «Шаг вперед», где они составляют свое портфолио. Вот когда, например, я забиваю тему Groovy здесь на Behance, то я всегда сразу вижу своих студентов. Вот, например, да, вот мороженое, вот мороженое тоже, вот мороженое, вот. У меня получается, на моем курсе мы делаем логотип «Маскот» для магазина мороженого в первом уроке. И я здесь вот тоже вижу дизайны моих ребят, вот тоже. И самое главное, что мне нравится, что по одному и тому же заданию у всех получаются разные дизайны. Если вы хотите поближе ознакомиться с тем, что происходит на моем курсе, посмотреть отзывы ребят, работы, портфолио, то я вас приглашаю на сайт моего курса. Там вы можете посмотреть, что у меня есть за курс. У меня есть два курса «Коммерческое портфолио шаг вперед» и «Коммерческое портфолио шаг выше». Там есть большой анонс, где вы можете посмотреть, чем отличаются курсы, как на них прийти. У меня есть курсы с поддержкой и без поддержки. Без поддержки вы можете прийти в любой день. А с поддержкой у меня курсы проходят потоками. Чтобы проходить курсы с поддержкой, то лучше всего записаться в лист предзаписи, там вас будет ждать скидка. И следующий мой курс с поддержкой будет 18 сентября, то есть у вас еще есть много-много времени. Если вы только начинающий в программе Adobe Illustrator, то породите сначала, пожалуйста, мой бесплатный план, который находится под этим видео, чтобы изучить программу Adobe Illustrator, подготовиться к курсу и понять, насколько вам нравится быть графическим дизайнером. И давайте покажу вам несколько портфолио моих студентов. Вот первое портфолио Натальи, она у нас с Украины. Вот здесь конкретно ее мороженое в стиле груви и ее дизайны. Вы можете перейти на ее портфолио, я оставлю ссылку ниже, посмотреть, изучить ее дизайн, кейсы, полайкать ее, ей будет обязательно очень приятно. И, конечно, в чем класс, когда у вас универсальное портфолио, заказчик может видеть, что вы можете делать разные дизайны, что вы можете, скажем, выполнять разные уровни сложности дизайна. Поэтому мой курс называется именно коммерческое портфолио, то есть такое массовое, универсальное, подходящее для многих запросов заказчиков. Также вот тоже еще пример портфолио студентки моего курса тоже. Тоже ссылку вы найдете под этим видео. Очень такое сочное, яркое, красивое портфолио. И здесь тоже еще хотела показать такое, еще девушка проходит мой курс, она у нас из Словении. Кстати, здесь девушка из Испании, то есть очень приятно видеть, что вы ко мне приходите с разных стран мира. И здесь вот мы тоже видим такое очень красивое минималистичное оформление портфолио. Тут еще 5 дизайнов только с курса, всего на курсе у меня 10 дизайнов и 11 выпускное. Так что еще здесь Анастасия продолжает работу над портфолио. Ребят, теперь хочу сказать, как делать не надо. Один из самых часто задаваемых мне вопросов. Лена, можно ли использовать ваши дизайны с YouTube канала в портфолио? Можно ли продавать их на стоках? Ребят, конечно же я этого делать не советую. Я не могу поймать каждого за руку. Если вы пойдете и на Behance, и на стоки, вы найдете кучу портфолио с моими дизайнами с YouTube. Также перерисованными дизайнами с моего портфолио с Adobe Stock. Я хотела сначала показать эти портфолио в видео, но не стала все-таки, знаете, что называется, ловить за руку. Каждый сам знает за себя, что он делает и как он делает. Но я советую, конечно, научиться делать свои дизайны личные, без того, чтобы по урокам выставлять дизайны в свое портфолио или на стоки. Чтобы потом вы могли самостоятельно нарисовать какой-то дизайн, придумать композицию, придумать постер, флайер. Потому что если вы будете делать только все по урокам и выставлять, допустим, мои дизайны к себе в портфолио, то когда к вам придет реальный заказчик, то вам, конечно, будет крайне тяжело делать для него заказ. И то же самое для стоков. У меня здесь, в общем-то, примерно 300 уроков на моем YouTube-канале. Опять же, они вам, скажем, не сделают хорошего дохода на стоках, потому что это не так много. Плюс, конечно, за счет того, что многие так делают, перерисовывают мои уроки, выставляют на стоки. Моих, скажем, уроков очень много на стоках. И, конечно, за счет этого между вами, скажем, большая конкуренция. И у вас, если продастся несколько дизайнов по моим урокам, это будет хорошо. Но главная ваша цель, конечно, на стоках продавать свои дизайны. И чтобы ваши дизайны продавались не один-два раза, а десятки, сотни и, желательно, тысячи раз. Ну что, ребят, надеюсь, это видео было полезным для вас. Если да, то поставьте мне лайк. И обязательно увидимся или услышимся в следующих видео о графическом дизайне или в следующих уроках в Adobe Illustrator. Ну все, пока-пока. Целую. Пока.